МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министры страны Терезу Мэй после того, как жители Ирландии проголосовали за либерализацию законодательства в этой сфере. Это буквально на этой неделе произошла новость. Очень печальная новость. Об этом давно говорили, да? 25 мая прошло голосование. Учитывая то, что Ирландия была одной из самых стойких христианских держав. Но не вся Ирландия отказалась. Мы знаем, что Северная Ирландия по-прежнему оставила на своей территории, которая не подчиняется. Да, вот это Ирландия оставила свое законодательство. Но, тем не менее, это очень печальный знак. И, насколько я знаю, премьер-министр, который пролоббировал, собственно говоря, такие изменения в законодательстве, откровенно где-то еще несколько лет тому назад признался, что он и принадлежит представителям сексуальных меньшинств. То есть откровенный садомит у власти, он фактически стал проводником вот этой вот идеи. Якобы освобождающей жизнь. На самом деле, конечно же, женщинам таким образом и здоровье материнское подвергается гораздо больше угрозе. Но и прежде всего совершается огромное беззаконие. Страна фактически становится уязвимой для воздействия злых сил, которые присутствуют там, где совершаются беззакония. Вот в связи с этим, конечно, и ряд опросов в нашей стране, хотя разные были данные, которые публиковал Левада, Центр и другие организации, все же показывают, что люди не до конца понимают то бедствие, которое представляет собой аборт, то проклятие, которое накладывает оно как на семью, так и на государство. Поэтому в нашей стране, к сожалению, пока еще достаточно либеральное законодательство в области. Но хочу сказать всем, что аборт, нет понятия криминальный аборт и некриминальный аборт. Они все криминальные изначально. Потому что изначально, до определенного времени, они все входили в уголовный кодекс. Это было преступление, которое потом почему-то было легализовано. И мы видим сегодня это не только в нашей стране, но, к сожалению, и в христианской Ирландии. Думаю, что святой Патрик, покровитель этой земли, он скорбит о ирландском народе. – Вы сказали, что изначально это в любом случае грех. А если женщине по медицинским показаниям нужно сделать аборт? – Вы знаете, вопрос еще в медицинских показаниях как таковы. Потому что у нас, к сожалению, в нашей медицине сегодня действует приоритет здоровья женщины над жизнью нерожденного ребенка. В Ирландии права нерожденного ребенка гораздо больше проработаны. И поэтому, как есть права у женщины, у пациентки, есть права у ребенка. Поэтому врач стремится сохранить и малыша, и маму. У нас же сегодня очень часто, в силу, наверное, советского наследия, еще приоритеты отдаются только женскому здоровью. Я, к примеру, могу сказать, на нашем приходе был случай, когда здоровая девочка была рождена у женщины, которая имела диагноз. Это был первый тип диабета, диабет первого типа. И врачи, к сожалению, сразу наоставили на прерывании беременности. А здесь, скажем так, если бы мы подошли с правил, именно как должна подходить медицина, с равных, с точки зрения равенства мамы и малыша, их человеческого достоинства, то, конечно же, не было бы угрозы этому малышу. Слава Богу, что все благополучно родилось, да, вот дитя родилось. Но, к сожалению, такие прецеденты у нас есть. Это вопрос еще к нашему законодателю, конечно же. Ну что ж, будем надеяться, что нашу страну как-то подобное не коснется, чтобы все-таки стабилизировалось все. Да, будем надеяться на это. Спасибо. Вы смотрели актуальный комментарий. Берегите себя и своих близких.